Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши с вами беседы по книге Иова. Сегодня мы будем делать обзор и будем читать 41 главу этой книги. В ней содержится 26 стихов. Экзегеты так описывают содержание этой главы. В данной главе описывается Левиафан – большая, сильная, грозная рыба или водоплавающая. Его описание должно было бы еще больше убедить Иова в собственном бессилии. И всемогуществе Бога. Смирить его за собственное безрассудство, когда он дерзко вел себя по отношению к нему. Итак, первый подраздел. Первый и второй стих. «Чтобы убедить Иова в собственном бессилии, Бог призывает его подчинить и приручить Левиафана, ну, если он сможет, и стать его господином». И мы читаем первый и второй стих. «Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его» – что уж говорит о том, что если захочешь его смирить или приручить. «Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его, кто же может устоять перед моим лицом». Вот здесь Бог сначала говорит об ужасе этой твари, а потом, как бы суммируя, что человек боится даже потревожить какую-то тварь, кто же может устоять пред моим лицом? Преподобный Ефрем Сирин пишет, эти слова указывают на дьявола, чудовищность которого описывается через двух этих монстров. Ему предназначено быть побежденным силою Христа, когда наступит полнота времен. То есть только Христос, как победитель смерти, ада и дьявола, он может сокрушить зло в каждом из нас и вне нас. Далее. «Все это дал ему Бог, который контролирует и его». То есть любое чудовище, оно не существует само по себе. Об этом третий, четвертый стих. «Описание морды Левиафана вызывает ужас». Об этом четвертый стих. И шестой. «Кто предварил меня, спрашивает Бог, чтобы мне воздавать ему?» «Кто предварил меня, то есть опередил меня, чтобы мне воздавать ему под всем небом все мое? Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их». Пятый стих. «Кто может открыть верх одежды его?» «Кто подойдет к двойным челюстям его?» Шестой. «Кто может отворить двери лица его, круг зубов его?» «Ужас». То есть Бог, это очевидно, то есть Бог, он контролирует и добро, и зло в этом мире, и ангелов, и бесов. Ибо все творение его, в книге про Исаии, 45 глава, 5 по 7 стих, мы находим такие слова. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это». Исаия, 45 глава, 5 по 7 стих. То есть Бог одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире, и без его воли ничего не может происходить. Далее говорится, что его чешуя очень плотная, вот этого чудовища Левиафана. Стих 7 по 9. Далее говорится о его дыхании и о том, что чихание его производит как бы свет искр. 10 по 13. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Далее с 14 по 16 говорится о плоти его, о твердости плоти его. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Далее говорится о том, что силу его и дух его, когда он нападает, невозможно одолеть. То есть, если бы дьявол имел бы власть делать то, что он задумал, никто бы не смог сопротивляться ему. Даже один какой-нибудь бесенок, он обладает такой силой, он может перевернуть целую планету, но, как я уже сказал, Бог контролирует и добро, и зло в одинаковой мере. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копьё, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. А что такое дочь лука? Дочь лука – это то, что порождает лук. А лук посылает стрелы. Стрела – это дочь лука. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свист у дротика он смеётся. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Вот такой образ зла, торжествующего зла, побеждающего зла. Этот образ предлагается Иову, чтобы он задумался о том, что проблемы не только в том мире, в котором он живёт, они касаются космически-физических объёмов, ибо зло, смерть, мрак – это реальность падшего мироздания. Далее говорится о том, что движения Левиафана, этого зла, они беспокойны, тревожат воду. 23-24 стих. Он кипятит пучину, как котёл, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Действительно, когда огромные морские существа перемещаются под водою, часто видно такое свечение, как бы некие искры. Так что, в общем, он ужасное творение, и человек не является равным ему соперником. Человек не может противостоять бегемоту, мелкому бесу, тем более Левиафану, более крупному бесу, или, может быть, даже самому дьяволу. И вот 25-26 стих об этом. «Нет на земле подобного ему, он сотворён бесстрашным, на всё высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». Вот кто царь и правитель над всеми политическими гордецами этого мира. Люцифер, дьявол. И здесь нам опять очень важно вспоминать, что реальное всеоружие Божие, в которых мы нуждаемся, чтобы участвовать в этой брани, они не связаны никак с военно-промышленным комплексом. Нам нужна истина, чтобы припоясаться ею. Нам нужна праведность, чтобы она как броня защищала нас. Нам нужна воинская обувь, как готовность проповедовать Евангелие. Нам нужен щит веры, которым возможно угасить все раскалённые стрелы лукавого. Нам нужен шлем спасения и меч духовный, каковым является Слово Божие. Итак, сегодня мы сделали обзор предпоследней главы книги Иова. В ней всего 26 стихов. Это 41 глава. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем завершать исследование книги Иова и сделаем необходимые выводы по поводу всего содержания этой книги.